И по-прежнему мы с вами смотрим завтра именером этого сезона PGL Open Бухарест. Прямо в эфире с Бухареста, из студии PGL. Финал именеров группы B. ЕГЭ играет против Минески. Минески продолжают показывать. Продолжают удивлять. Ну как удивлять? Уже не удивляют они. Финал Старладдера, уже чего удивляться-то? Бывали команды, которые там обыгрывали кого-то на лане, выходили в топ, а потом после этого мы за этими командами больше не наблюдали. Здесь же мы, наоборот, видим подъем команды Минески и, в принципе, скорее всего, всего региона. Поскольку уж они смогли там так раскачаться, то, скорее всего, многие команды с этого региона будут очень лютыми. Посмотрим, посмотрим за другими. Пока Минески не дают шансов другим командам, все квалы повыигрывали, кроме Мажора, где будут играть Фнатики, а не Хэппи Фит. Ладно, про это как-то потом. Пик первой карты. Evil Geniuses Universe на ваших экранах. И начинаем мы смотреть игру. Да, ну и Минески пока по бан. Давайте пройдемся, отправляют в бан Веспа и Баратрумчика. Ну, посмотрели, видимо, что исполняли сегодня ЕГЭ в первом матче. Ну и немного опережаясь этой информацией, как Таибаня. Да, и, в принципе, ЕГЭ зачастую играют с Веспом, если им позволяют, не оставляют его в пике. Да, поэтому баны абсолютно правильные, от Муши отправляется в фир в бан. Ну, не только фир. Винноманцер. Винноманцер. Скучал? Да. Но я думаю, что это будет Пагна. Пагна. Пагна сейчас в ответочку. Пагна. Давай. Пагна. Ладно, не будет Пагна, шучу. Ну, за Винноманцером, честно, скучал. Скоро все за ним будут скучать, на самом деле. Ты думаешь, настолько сильно его... Я думаю, что его просто разнесут. Я думаю, что его настолько удалят из Доты, насколько еще никого никогда не удаляли из Доты. Просто навсегда. Нет, навсегда это слишком... Пагна. Да. Ты с ними договорился по поводу пика? Так это легко. Сейчас пикает в Доте очень просто. 20 героев, выбираешь одного из них. Да, просто в этом патче уже было сыграно 84 миллиарда игр, и вариантов у тебя мало. А вот второй пик уже можно подумать. Эти парни умеют удивлять. Могут взять, например, Джакиро в мид. Ну да, неплохо смотрится. Да, неплохо. SVG, кстати, за спиной у Фира и у Юниверса. Бывшим игрок. Последних полтора и даже два года тренер ЕГЭ. На пару с Фиром они были такими двумя тренерами. Скажем так, он такой большой аналитик. Боже, еще и Лич есть. Как я вообще забыл. Да, ну это дефолт. Вот сегодня ЕГЭ против... Сегодня в первой игре они-то исполняли. В общем-то там точно так же все было. Пугна, потом Лич. Ничего нового. Это повтор сегодняшнего. Нет, на самом деле, когда я говорил о том, что Виномайнсера порежут, я забыл, что его порежут не так сильно, как Лича. Потому что этого героя вот точно удалят. А Некр? Ну, Некра так чуть-чуть подрежут. Чуть-чуть? Чуть-чуть, да. Ну ладно, ну ладно. Лича просто убьют. Тотально. То есть Некр нормально, да? Там стики настакались, ты его убиваешь, а он фуловый. Нормально. Ну, окей. Ну, видишь, никто не берет. Пока еще. Артур сегодня взял, как долго мучился, а? Свичи гейминг-то, а? Ну, он там ультимейт нажимал не вовремя, а несколько раз. Ну, бывает такое. Там люди просто гадкие. Гадкие. Сейвили друг друга. Репелы набрасывали. Репелы набрасывали. БКБ нажимали. Глиммеры. Ну, типа фигней страдали. Артур был недоволен, я уверен. Никто не рассчитывал, что так все получится. Ну, и клакверк от Минески. Добавляется агрессия. Возможно, стоит и Evil Genius задуматься о том, чтобы взять какого-то героя на подсейв. Например, какого-то толстого мидера. Как вариант. За которым можно будет идти всей командой. Там пугно бы заливало ХП. И что-нибудь можно было бы исполнить. Ну, и по банам это Bloodseeker. Бан от Минески. В принципе, очевидно. Сегодня и ЕГЭ, и против ЕГЭ. Этот герой исполнял чудеса какие-то неимоверные. Ну что, в бане Visage, в бане Antimag. Все нормально. Хорошие герои. Хорошо, что побанили. Видно, что ЕГЭ смотрели игру Минески. Да, и ЕГЭ сегодня сами поиграли. Против Antimaga поиграли. Да, против Antimaga поиграть не особо хочется. Решили, что хватит. Да, плюс еще Seeker в бан улетел. Так что это такой очевидный, по сути, бан. Очень опасно. Все могло бы обернуться. Позволю бы команде Evil Genius для Минески. Такой пик. Ну и Минески предпоследний бан остается. Айс Айс Айс, видимо, вообще отдыхает после прошлой игры. Разлегся на стуле. Ну, у ЕГЭ была такая возможность и понаблюдать за игрой, и отдохнуть. Вот интересно, кому хуже, Минески или ЕГЭ было? Я думаю, что Минески хуже. А может, ЕГЭ все-таки, знаешь, ожидание перед матчем? Ну да ладно, ты себе спокойно покушал, отдохнул, посидел, расслабился, посмотрел дотку. Ну, реально это намного проще, чем вот играть, играть, играть. Тут у тебя 20 минут паузы, ты, если там можешь что-то покушать, там быстрее какой-то салатик закинуть, потому что, ну, что-то серьезного ты не покушаешь, да? И бабушь сидеть такой, вот это вот. Вы знаете, как бывает, когда очень плотно еды пожевал, вообще ничего не хочется. И это неприятно. Это неприятно, потому что сейчас может быть еще одна серия из трех карт, довольно-таки продолжительных. Ну, я считаю, что ситуация у команды, которая отдыхала, получше. Хотя многие профессиональные игроки со мной не согласны. Они говорят, нет, круче играть вот так вот подряд. Мы привыкли играть вот в этом режиме квалификаций. Вот эта 12-часовая торба, прям вообще не отдыхая, без еды, без сна, без ничего. Так что такое. Кунка для Крита. И это все было? Да, это все было. Это все, ЕГЭ играли 2 миллиарда раз. А вот сегодня это было, то есть вот это и Юниверсфир и Крит. Да. По пикам у ЕГЭ все очевидно. Чем выдумывать велосипед, если есть хорошо работающая стратегия? Хорошо работающий пик. И бери пика, играй им. Сегодня этот пик работал 80 плюс минут. Так что, может, все не настолько хорошо. Да, тут, конечно, появились некоторые баны, которые, возможно, изменят тактику команды ЕГЭ. И Сайленсер от Минески. Ну, был Сайленсер. Был уже, выиграл. Может, еще раз решили для Нинджи Буги. Хотя, слушай, может быть, это сейчас Кор Сайленсер? А? Кор Сайленсер, когда есть вариант, может, Кора Виномансера? Ну, а почему бы и не тот, не тот? Кора Виномансер там... Виномансер в легкую, Сайленсер в мид, Клокер в сложную. Добираешь двух саппортов. Погнали. Сайленсер с Виномансером этого лича там просто шух-шух-шух и все. Ну, так-то да. Но Сайленсеру нужно будет... Ну, да, сложно. Сложно тут. Не, ну, это я шучу. Мне кажется, все-таки будет это, ну, тот самый саппорт Сайленсер. Должен быть. Мне кажется, рискуют сейчас, играя с Сайленсером. Да вот надо, чтобы началась драка и... Украли сейчас ЕГЭ у Минески, Мирану. Говорят, лучше мы заберем, чем вы будете играть. Ну, потому что действительно Минески умеет играть на этом герое. Не один, не два раза играли. Показывали. Выигрывали. Выигрывали, да. Не так давно. Да, это они умеют. Предпоследний пик на очереди у Минески. Пошло дополнительное время. И это пуск. Пак. Это пак. Нет, ну, теперь явно задумка у Минески понятная. Есть агрессивные герои. Плюс к этому добавляется Виномантер, под которым жить очень сложно. Да и под Сайленсером, да. Ты там особо ничего не кастанешь. Если получится навязать хорошую драку, то есть вариант очень быстро лишить парочки игроков команду ЕГЭ. Это и вообще можно там развалить. Пока очень хороший агрессивный пик порисовывается у Минески. А то, что у ЕГЭ есть, мы уже сегодня пронаблюдали. Там только не было Мираны. Но суть того, что взяли сейчас ЕГЭ, особо не меняется. Брудмазер отправляется в бан. Неприятно сегодня было ЕГЭ играть против этой бруды. Но стоит отметить, что это не та бруда, которая, к примеру, появляется у команды Ликвид. Которая не оставляет шансов. Да, Минески, конечно, пытались играть и через бруду. Но особого какого-то успеха сумасшедшего не наблюдали мы от Минески. Так что лишний раз подстраховать себя, да. В принципе, почему бы и нет. Ну что, минута осталась резерв тайма. Пятый бан и пятый пик от Муши. Это минус Аркварден. И тут же пик МК. МК, 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 МК. Хорошо играли, видели. Много раз играли, много раз видели. Веселый герой, который вносит довольно много дисбаланса. Но герой, который, скажем так, иногда слишком прост. Бывает, когда ты играешь против него. Но мы видим, что у ЕГЭ, во-первых, нет героев, которые ломают деревья. Это хорошо. Потому что если герой умеет ломать деревья, то Манки Кингу очень невесело. Мы уже сто раз видели. Ну, в слоу МК будет очень сложно. Он всегда будет двигаться со всей командой. В свою очередь, там, подставиться под какой-нибудь чайник, под бласт. Отхватить очень много урона. Конь-огонь! Это вот вчера обсуждалось. Великолепный пик. Просто великолепный пик у ЕГЭ. Согласен. Согласен. Вот то количество хп, которое есть у Минески. То, что нужно для коня. Рифтанул, лолстанчик забрал, пошел дальше убивать. Причем любого, по-моему. Вообще любого. Ну, там, правда, что с паком будут проблемы. Ну, да. Этот умеет уклоняться. Шифт, там, нажал. Но хп у него больше не становится от этого. Да, то есть потратил скиллы и сразу ответный минус может быть от коня. Это очень хороший пик для Артизи. Ну, возможно, будут сложности у команды Минески. Знаешь, они невозможно, они будут, эти сложности у команды Минески. Нет, но если Минески засноуболят по началу игры, то там уже придется... Ну, для начала нас ждет оффлейновый Манки Кинг. Продолжает Минески веселить. Ну, в миди-пак понятно. Муши на Кэрри Виномантере тоже понятно. Но вот ICSI уже много каких героев в оффлейне нам показал очень хорошо. Посмотрим, получится ли не он на Манки Кинге отыграть так же хорошо. Но там зависит от того, как все-таки построится игра от ЕГЭ. Сколько по времени будут саппорты находиться на помощь у Артизи. Обычно Артизи в последнее время бросают самого. Так что, возможно, все будет неплохо у ICSI. Зачастую так и происходит, что Артизи остается в соло. Ну, посмотрим. Ну что, погнали смотреть. Пауза сразу в игре. Жаль. Хотелось сразу экшена. Чтобы полетели ребятки по линиям, начали меситься. Мясо, мясо. Прям драки. У нас сегодня в первой игре были небольшие проблемы у ЕГЭ. Так же пару раз за игру мы ставили паузу. Приходилось дожидаться. Ну и пошли. Начинается игра. Так, тут же агрессивные варды под смоками. Побежал Джабс ставить. Никто, кстати, из ЕГЭ сюда не прилетел. Смейл на Миране. Артизи на Хоснайте Юниорс на Пугни. Фир на Личе. Крит на Кунке у ЕГЭ играет. Ну, Минески Джабс играет на Клакверке. Айс 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 на Манки Кинге. Мун на Паке. Нинджабуги на Сайленсере. И Мушеви на Мансер. Интересно. По линиям, конечно, как поставят. Потому что есть много вариантов. Можно вообще триплей в сложную пойти с Хауснайтом. Кстати, даже... Тут суть даже не в триплей. Даже дабла Кунка и Хауснайт. Это проблема. А можно тупо в мид поставить ЦК. И у всех будет проблема. Ну да, это будет немного неожиданно для команды Минески. Против Пак. Нет, но там у ЕГЭ обычно в центре плюс один. Находится. И знаешь, с плюс одним. Ну да, да, да. Можно постоять. ЦК плюс Кунка. Лич, который кушает крипов. Ну, Лич пошел в оффлейн кушать сразу крипов. Там он пополезнее. Я думаю, не будет никаких супер сюрпризов по линиям. Хотя мы видим, что Пугна уже убежала в легкую. И сейчас спалится Юниверс, что он в легкой. Сразу дают инфу Минески. Будет ли свап линиями. И не боятся они. Смотри, ЕГЭ отдают рунку. И при этом Крит не поставил ни одного варда еще. Интересно. И Минески поставили варды. Вот только сейчас ставит. Курьер веселый, а? Один оффс, да. Смотри, какой. А? Золотой. Бэйби Рошан. Ну, он какой-то огненный. Огненный Бэйби Рошан. Крутой. Да, нас ждет триплал на триплув. Сложный. Суппорт к локверкам. Это весело. Это весело против Лича. Это всегда весело на ранних левелах. Лич бесполезен, мы знаем. Ну, только то, что Крита скушал, это, конечно, хорошо. Но пока у него не будет второго левела, Лич это, ну, так себе герой. В общем-то, в центре у нас дефолтная Мирана. От Сумаила. Да, ничего удивительного. Сумаил против Муна. Много раз мы видели Мирану в последнее время даже вот в матчах с Эмихминески, где очень любит тот же Мун играть на Кошаке. Да, ну, здесь пока классический мидл. Ничего неожиданного. Один на один стоят парни, забирают своих крипов. Да, тут если будут помогать, кто-то будет помогать, тогда уже посмотрим. Артизи все-таки на топе, оказывается, против Муш. Снизу Юниверсу дают изи лейн постоять. Ну, посмотрим, как будут гонять. Вот на Муна крит выберет. Ну, мне неприятно будет, если крит будет выбегать. Но я не думаю, что фраги будут где-то здесь происходить. Разве что кто-то сильно затупит. Да, на паке нужно еще умудриться так подставиться. Для наличных кискейпов. Но там можно еще липнуться. Стрелу какую-то спец закинуть в пака. В принципе, варианты есть для команды ЕГЭ. Как-то понапрягать здесь. Ну, сам его использует фласку. Ну, он тоже одновременно использует эти фласочки. Все ровненько. Пока там на линии джабс пошел искать крита. Крит отбежал. Экспо получает Муш и получил станчик. Неприятно. Муш и получал тут немало. После рифта Крит прибежал. Крит развлекает Муш. Но торрент там не попал. Ну и ЕГЭ тут вынужден так подставра. Такие старые лвла у Фира и у Артизи. Стало сразу намного веселее. Только вторые лвла получили. Можно развлекать. Вторые лвла у героев Минески не настолько важны, как у героев ЕГЭ. Поэтому можно поваять. Так, осторожно. Надо быть здесь джабс. Он забрал руну. Красавчик. Просто у триплы за спиной ворует руну джабс. Крит побежал воровать руну соперника. И боится. Он понимает, что его будут встречать. Могут убить. Ну, джабс еще одну руну заберет. Хорошо. Да, агрессивно работает джабс. Смотри, по рунам там выигрывают Минески неплохо. В начале игры забирают. Плюс сейчас вторые руны зареспались. Также успели отжать. Ну, в этом Минески. Хорошо, сработали. Ну, и по крипам. В принципе, у пака есть пока небольшое преимущество. По сути, на целую пачку. Ну, вот Сумовил успеет догонять. Да, ну, это такое. Это все. Вот так раненько пока идет. Но так, как мы и предполагали, скорее всего, так она игра и будет продолжаться. Будут они идти там друг от друга на 4-5 крипов отрываться. Не дальше. Если не будет каких-то активных вылазок. Ну, больше интересно, конечно, то, что будет происходить здесь. Здесь пока мы видим 10-10. Артизии и Муши. Идут наравне. Точно так же, как и Юниверс против Айс Айс Айса. Стоят более-менее ровно. Ну, тут мана заканчивается у Пугна. И не так уж легко и просто будет. А Айс 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 получит хороший левел на Манке Кинга. Это довольно важный момент. Да, для Айс 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 Айса это очень важно. Потому что быстрее получить левел. Крит украл чужую баунти руну. Любят чужие баунти руны воровать. Игроки одной и второй команды. Ну, там просто никто не ходил за этой рункой, так что. Подзабили. Ну, и ничего страшного. Да, подзабили. Крит. На хосте ворвался. Поразвлекает Муна. Ну, это такие-то развлечения. Ну, да, сам получает очень много урона. Приходится отходить сразу же. Убегает на хосте. На Юниверсу нападение здесь. К сожалению, нечем задеть дальше Айс Айс Айсу. На Айс Айс почти фулл ХП и почти фулл Манат. То есть очень хорошо. Ему стоит на линии. Юниверс постоянно вынужден думать о том, где бы отрегениться. Ну, и побежал домой просто Юниверс. Прогоняет его Айс 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 отсюда. Ну, Юниверс хороший крипстат. Но вот, конечно, время потеряет он довольно много, пока будет бежать домой. Фер уже третий уровень. Есть уже Айс Армор. Висит он на Артизе. Артизе также третий. Ну, и у Муши все так же хорошо. У него, смотри, уже 7 стиков. Есть там гусик. У него очень много подхила. Его так быстро невозможно притубить. Равные у нас стояния такие. От одной-от второй команды. Очень спокойная игра. Да, пока ничего не происходит. Нет никаких супер вылазок. Миди формат на нижних линиях. Единственное, что Юниверс пока отогнал Айс Айс. Ну, вот так вот крест. Ну, это для пака не проблема. Не проблема, да. Все нормально. Сумыл пытается подхарасить пака как можно больше. Еще Эру набрасывает. Да что бы не поразвлекаться, когда у тебя реген. Вот, впивается регенерация. Все нормально. Еще Старшторм мог бы дать, но не успевал уже. По крипам. По крипам, да. Ну, Артизе получает пару тычек с руки. Да, под Айс Армором вообще. Это даже хуже для Амуши. Думает, зачем я вообще бью? Лучше бить крипов, чем тыкать по Айс Армору. Бить крипов на Веном Монтере всегда хорошо. Это великое. Бить крипов на любом герое всегда хорошо. На венике еще лучше ты получаешь себе там. Артефакты важные. Да. А потом вся команда врагов страдает. По 5000 дамажа за драку. Ух. Ты смотри, кстати. Довольно серьезно оторвался уже. 8 крипов у Муна преимущества над Сумаилом. Неплохо. Денает он тоже намного лучше. То есть там в сумме у него 17 крипов преимущества. Это прям уже хорошо так. Ни одному, ни второму не помогали. При том, что Муну вообще никак не помогали. Если Крит хотя бы прибегал, то у Муна вообще никакой помощи не было. Ну, прекрасно отстоял линию. Отогнал Сумаила сейчас в лесочек. Сумаил там подформить немножко лес, конечно, вернется. Ну, в общем, неплохо начал Муну. Да, при этом Крит даже дважды приходил в центральную линию. Мешаться Муну. Ну, и пока все хорошо. В общем, на самом деле, старт за Минески. Потому что мы видим и на 5 крипов больше у Муши. И Айсайсайз переигрывает Пугну. Ну, не сильно, но переигрывает домой, отгонял. Ну, и в виде пак уже довольно серьезный преимущество. На 20 крипов почти больше у него. В сумме добитых и убитых. Это уже не 3, не 4 крипа. Мы ждем быстрых артефактов. Вейл оф Дискорд первым будет пытаться делать пак. Уже только после этого будет делать Блинк. Седьмой левел у него. Попытка какая-то была выйти на Муна. И теперь ловить. Так, ультимейт вынужден поставить. Стрела мимо. Мун получает. Мун. Ой, теперь могут быть проблемы у ЕГЭ. Крит битый очень сильно. Джабс бежит до конца. Крит на одну тычку. Уезжает стики. Ну и Джабс. Нет, не достает. Коваками ударил. Делает Ферсблад Джабс. Он, скорее всего, тоже умрет. Но Сумаила забирает с собой. Великолепная игра Джабса. И 2-1 Минески начинает. Вот такая вот была атака на Муна. Закончилась двумя смертями команды ЕГЭ. Превосходно. Забирают и Ферсблад. Забирают вражеского мидера. Замечательная работа команды Минески. Попытка выйдет на Артизи. Артизи получает набору на Артизи. Рифтует Артизи. Очень мало хп Артизи. Артизи живет. Есть танк. Кидает станк. Но погибает Артизи. Муша в ответочку должен умирать. Муша живет. Крит. А Крита побить? Еще и Крит может сам получить. Нет, Крита не побьют. Артизи надо было все же драться до конца. Он там боялся. Надо прыгать рифтом. Не надо тянуть. Бить. Если бы он притянул и продолжил с Критом драться. По крайней мере был бы размен на Муша. Но в итоге мы видим закончилось все только смертью Артизи. 3-1. И все очень хорошо для Минески в начале этой игры. Но только Юниверс пока не умирал. И скоро. Но я думаю близится. Близится и его. Сейчас. Юниверс. Да. Нападает на него. Вот и Юниверс. Он тут хорошо. Хорошо. Есть рядом кто-то. Должны помогать Юниверсу. Но недолго. Да. Никого не может зацепить. И с фап-линиями уже произошел такой себе Крит на топе. Тем временем тоже очень сильно битый. Вот смотрю. Команда ЕГА постоянно смещается. Постоянно бегают они по линиям. Особо из этого ничего не получается выиграть. Но в Минеске же ситуация противоположная. Все стоят на лайнах. И вот только сейчас какие-то были перемещения. И в связи с чего сразу же минусы. Да. У них все хорошо. Можно стоять спокойненько себе дальше на линиях. Виномайцер фармит. Тут у Айсайсайса вообще все великолепно. 38-10 Крипстат. Фраги есть. Левел великолепный. С той фарми не парься. А Пузико что-то придумает. На фарме Минеске сейчас намного лучше себя чувствует. Чем и Волджиниусы. Да и в принципе по карте. Все намного лучше у команды Минеске. Приходят и убивают сразу же. Ну свое преимущество не зарабатывают. Это самое главное. Айсайсайс нападение на Артизи. Можно стакать пассивочку. Артизи нажимает ультимейта. Артизи проблемы серьезные. Здесь есть Фир. Здесь есть Крит. Можно подраться. Но Артизи скорее всего погибнет. Мунт. Хороший дримкойл. Можно дальше идти за Критом. За Фиром. Юниверс здесь. И прогоняет Юниверс Клокверка. Мунт. Агрессивно по Тавр прыгает. Минус один. Можно брать Фира еще. Ну один удар Фиру. Тут добьют его конечно. Да. Могут зарабатывать этот фраг. Слушай Акрит уйдет. Да. Акрит уйдет. На самом деле это все что надо было сделано. Три фрага. Два фрага для Муна. Тавр тяжело будет забрать. Хотя на самом деле пачка крипов следующая уже скоро будет здесь. Вот эту пачку можно быстро-быстро убить. И... Ну и все хорошо. Они заберут здесь Тавр. Посмотрите там у пака очень много урона. Есть Айс Айс Айс. Крипов быстренько отпушат. И заберут скорее всего этот Тавр. Все очень хорошо для команды Минески. Преимущество по карте. Они все быстрее-быстрее зарабатывают. Только вот было преимущество буквально в 2000. Уже больше 4-х... Уже 5 тысяч преимуществ. А еще нет даже десятой минуты игры. Два раза Артизи отправлялся в Таверну. Он шестой по Нетворсу. Юниверс седьмой по Нетворсу. У Клокверка больше на 500 голды. У Клокверка четвертой позиции. Чем у Артизи. И это очень важный момент. Потому что Юниверса сейчас убьют просто в соло. Если закроет его в Коке... Нет, не закрывает. Его Джабс надо уходить. Попытка как-то на развороте подраться против Джабса. Подставляется Юниверс. Ну, Юниверса тут сейчас накажут. За то, что он попытался Джабса убить. Айс 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 Айс. Айс 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 Айс. А, Хаста у Сумаила. Вот это хороший. Вот это хороший фраг. Наконец-то подключился Сумаил. Может постараться еще кого-то цепануть. Потому что битый Муун у нас. Ну, есть Муна у Муна. Он улетит. Он так подвлекает. Сам уйдет. Крайне мере, есть первый фраг на серьезном герое. Ну, хоть что-то. Смогли ответить. ЕГЭ. Да, заиграли все-таки Минески. Там Дримкоил поставили. Ничего не успели в него закинуть. Либо быстрее нужно было забирать. В принципе, очевидно было, что, скорее всего, под тавр кто-то прилетит. Сумаил. Хорошая стрела. Нинджабуги. Погибает. Хорошо. Сумаил. Ну, вот уже и в игру включаются парни из The World Geniuses. Артизи с критом. Стоят, спрятались. Будет попытка, скорее всего, забрать Муши. Но Муши здесь не один. У него есть ССС. А они-то этого не знают. Они-то этого не знают. Это очень важный момент. Если будут нападать, можно вдвоем просто умереть. Артизи. Так. Врыв на Муши. Нет. Лучше бы Муши подставился. Да, Муши нужно было подставляться. Не попали Гелем. Не попали Гелем. Стан. Две секунды. Будет ударить. Но не делает. Это оставляет он. Хотя нет. То есть, если забирать себе фраг, я думаю, Муши сделает это минус. Ну, и Айсейс Айс начинает понемногу доминировать на карте. Он приходит на разные линии. Помогает участвовать в минусах. Очень важных. Тут стаканная пассивка. Проблемы у крита серьезные. Клокер промахивается хокшотом. Крит должен погибать очень быстро. Не, но Крит тут уже погиб. Фир тоже умрет. Да, Фир тоже умрет. И кто там летит, не надо сюда лететь. Прилетел сюда Сумаил. Ничего он не сделает. Тавр должен падать. Минески. Тотальная доминация. Сейчас еще одна вышка упадет. Сумаил там пытается кого-то поймать. Ну, хотя тут непонятно еще, кто кого пытается поймать. Смотри, там уже Муша сразу же вернулся на нижнюю линию поддефать. Гидует возможность Юниверсу особо получить много фарма. И вот пока только, кроме того, что Сумаил оказывается вовремя в правильной позиции, ничего не удается заработать в команде ЕГЭ. Да, да. Единственное светлое пятна сейчас, конечно, Сумаил. Но что сделать еще? Да ничего тут не сделаешь. Да, тут очень сложно будет сейчас вернуться в эту игру. Минески все делает очень качественно. Перемещается по линиям. Правильно. Везде находят нужные моменты. Ух ты ж, е-мое, сейчас будет интересно что-то. Сейчас будет что-то интересное. ЕГЭ идут в атаку в мид. А тут уже парень дерево на дереве. Дерево на дереве. Это очень важный момент. Дерево на дереве это страшная, страшная, страшная боль. Иногда бывает. Никого ЕГЭ не найдут. А вот ИСА как раз таки и найдет там Артизи. Он его уже видит. Говорит, давай подеремся. А Артизи отходит. Артизи уходит. И что, поворовать можно фарм. Отогнать Артура. Он и так прячется в своем лесу возле Т2 на 13-й минуте игры. Четыре, если смотреть снизу. Есть. Ечередной ставер падает в копилку команды Минески. Эти парни преимущество продолжают зарабатывать. Уже шесть тысяч плюс у Минески. Слушай, страшная ситуация. И надо искать какие-то варианты. А вот как их искать? Тут вариант только если вот у Миран и какие-то итемы появятся в ближайшее время. Сумуил максимально быстро пытается дофармить. Но все равно, даже если у Мираны что-либо появится, повлиять на ситуацию как-то серьезно не получится. Тут нужно кого-то одного подловить, расставить какой-то вижен. Ну и по вижену мы видим, что вот у Минески, к примеру, все ворды, которые находятся на карте, они в вражеском лесу. Тут попытка как-то забрать Нинджабуги, но, к сожалению, нечем его словить. Просто на телепорте улетает. Да. Хорошо было сработано. Глобал и нечем сбивать. Не отдают, не отдают ни саппорта, никого. Минески. Все верно. Здесь нельзя отпускать команды. ЕГЭ ни на минуту вперед. Тут абсолютно каждый элемент может поменять вообще ход игры. На Артизе есть хукшот, Дримкоил. Артизе нужно бежать. Ну куда побежишь, тут просто моментально его стирают. Папа уходит. Ну и Клокверка так же, чтобы не словить. Есть стрела. Джабс. Живет, получает торрент. Есть корабль. Джабс очень больно еще и получает. Он от Юниверса. Ну слишком много нажали на бедного Клокверка, но забрали его. Ничего страшного. Размен, любой размен, любой фраг сейчас это невероятно важная вещь. И вот это вот беда. Вот это вот беда, то что так легко умирают герои ЕГЭ. А зачем остался здесь Фир? Для чего? Вижен особо... Ну там стоит два варда, которые никого не показывают на карте. Пап только находился здесь. И в принципе можно предположить, что не так уж и просто эти минески. Ну можно не просто предположить, можно отсюда не уходить, но ладно. Слушай, это уже страшно смотреть на эти графики. И Крит взял шестой. И хоть что-то сейчас будет. Может быть в каком-то файте как-то этот корабль порешит. Боже, там же Сейбр. Эхо Сейбр. Ну да, и вот что ты поделаешь с этим товарищем. Я не знаю. Попивший саблю, он в два раза сильнее становится, в два раза быстрее стакается. Ну и дальше, дальше давить надо. Дальше надо давить. Вот снизу подтягиваются герои команды Минески. И надо закрывать команду ЕГЭ ближе к своей базе, чтобы вообще даже не думали они как-то вылезти. И только тогда до конца доведется вот это преимущество. По сути-то здесь ЕГЭ и так уже максимально зажаты. Особо далеко не выходят. Пытаются на контратаках играть. Словили Фира. Хукшот есть. Ну Фир просто настолько много урона получает, что ничего даже не прожимает в ответку на своих соперников. Просто доминирует. Вот ходят, доминируют, забирают. Кого видят. Серьезно душат сейчас команду ЕГЭ. Душат. Да. И нижний тавр на очереди. Он уже упал. Уже 9000 преимуществ у команды Минески. Этих товарищей нужно чем-то останавливать. Было бы чем, правда. Мне кажется, что в этой игре ты уже не найдешь. Нет, ну как вариант, если вот будет примерно похожая ситуация с последней игрой команды ЕГЭ сегодня, когда у соперника почему-то закончились идеи, что с ними делать, они перестали давить. Ну и в итоге смогли нафармить. Снова находят у нас Юниверс. Ну на это больно смотреть на самом деле. Ванстапа был уже у Муна. Это больше 10 тысяч преимущества. И продолжают Минески просто по всей карте избивать. Это интересно. Ну вот прошло сейчас 16 минут. У команды Минески 15 киллов есть. Каждую минуту кого-то находят, кого-то убивают. Ну и понимают же ЕГЭ, что просто пак там прибегает, нажимает вейл, набрасывает арбу, и уже фактически все хп заканчивается. Да и вижу, никакого нет у команды ЕГЭ. Так-то попытка еще выйти. Нет, не будет никакой попытки выйти на Артизе. Там еще и стики есть. Да, особо его не спасет, но поживет он чуть подольше. И что, верхний товар пойдет? Да. Даже не собираются его дефать, афисайз. Да, если начнут дефать, да, сразу же прыгнет на голову Дэрил, и дальше пиши пропало. Ну и дальше идут, получается, Минески, забирают встречи Тавара. Та же участь будет у Мид Тавара. Уже 11 тысяч преимущества. Диулумуна появился. Еще один страшный элемент, можно цеплять. Даже если на него кто-то будет нападать, то его вообще никак не убить. Появляется хоть что-то у Артизи. Ассайз продолжает нам показывать фокус под названием дерево на дереве. Желтое на зеленом палец. Ассайз, ассайз. Так быть не должно. Нужно пофиксить. Да, конечно. Что это за беспредел на самом деле-то? Ну да, ну да. Вот здесь много бомбардов подфармить немножечко. Для Сумуил небольшой подарок. Лучше, чем ничего. Да, согласен. На Майл Шторм он понемножечку выходит. Он у него появится. Когда уже будут зажимать их на базе. Скорее всего, смотрим Фира. Расставляет он ворды. Фир, ну это минус Фир. Здесь, конечно, спокойненько. Вот так вот ультимейт, чтобы никто и не думал сюда врываться. Смотрю, там был подорочен корабль. А еще Артизи здесь под ультом. Артизи. Пытается убить Ассайз. Ассайз Мансид. Мансид дальше Ассайз. Он, конечно, погиб. Но Артизи тут тоже отправляется в таверну. Это минус 4. Крит пытается уйти. А он его не отпускает. Нет, ну конечно нет. Это Тим Вайб. Вау. Минус 5. Ну на самом деле понятно было же, когда в окон команд стоит, врываться в эту драку вообще нет никакого смысла. Там еще и пак летает с супер левелом. Во-первых, соперники на хайграунде по отношению к ЕГЭ. Во-вторых, они дерутся за лича. Ну да, какой смысл? Это не особо как-то понятно было. Ну, попытались ЕГЭ-то ответить. Ну, по-моему, тут надо писать ГГЭ и готовиться к второй карте. Что вряд ли. Подожди, еще на хайграунд тут особо не заходили минески. Непонятная ситуация с тем, как... Ну, Виноманзер. Ну, они просто вот так вот будут мучить ложкой довольно долго. И все. Они замучают, конечно. А может и нет. Ну, ЕГЭ сегодня показали, что их мучить можно очень долго. И по итогу они выиграют. Ну, если что, там у Хаоса есть, в принципе, талант на голду. Если совсем все плохо. Ну, на такой ранней минуте и такого тотального преимущества у Вича гейминга не было там. Ну, ладно. Было большое. Ну, не так, чтобы вот как здесь. Ну, вообще беда. Тут прям совсем-совсем плохо. 20-ая минута. 20 киллов сделал команда Минески. Ну, и продолжают держать темп. Забирают Тавараду. Что ж, скорее всего, какой-то Айегис и выход на хайграунд. Либо будут продолжать подфармливать Минески здесь. Что дорисуют на карте. Покабе у Муши. Ой-ой-ой. Тоже Мага Штормон хочет вынести. Ну, да. В ответ Сумаилу. 8-0-6. У Пака. Поймали Фира. Быстрый фраг. Годлайк уже у Муна. Там за три удара буквально он рассыпается. Слушай, он сейчас доберет догон очень быстро. И там любой будет рассыпаться. Там уже и Артизи будет рассыпаться от одного Пака. Артизи и так рассыпается от Виноманси. Ну, вот Крит умер здесь. Айс, айс, айс. Тут уже ничего не сойти от Крит. На дерево. Можно дальше попрыгать. Попрыгаться. Развлекаться. С Критом. А почему бы и нет? Ну, это очень больно. Это очень больно. У ЕГ шансы фактически отсутствуют. Ну, да. Они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются с каждой секундой. Ну, просто все есть у Минески. И контроль над картой. И герои, получившие очень много опыта. И итемы выносящие. И итемы выносящие. Муж 17 уровень. Там 6-й и 7-й у парней. А тут 17-й. А тут 17-й. А почему бы и нет? 1700 здоровья. Как убивать? Непонятно. Умирать тут, если кто-то будет, это Айсайсайс. Просто потому что он рофлит. Нет, ну, в принципе, можно дождаться там 25-й Кувина Майнзера, да? Очень весело. И вардами убить. И через варды пойти запушить. Дефюжил Блейд появляется. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, с дифузами еще веселее будет. ЕГ выходит вот в такой вот пуш. Тут уже второй герой Минески на этой линии. Вот ЕГ выходит в пуш, да. У Артизи только Армлет и ПТ-шка. Ну, да. Мун уже 17-й, он готов. Без догона пока. Поэтому не летали для прям всех героев. Можно купить пару догонов. Ну, сейчас уже, уже, например, это так, тут есть инвиз. Тут есть инвиз, так, есть ТП. Смотрим. Прыгает ПАК. Видят Юниверса. Поставили Незервард. Ну, там Монлайт пока спасает команду ЕГЭ. Ворвались, ворвались, все. На Юниверса его отрезали от команды. Джабс пошел наглеть. Юниверс там просто-напросто пытается в текстуре убежать. Минус Юниверс пытается Артизию бить Джабса. Джабса убили. Корабль брошен. Вукон команд по всем просто. И тут никто не выжил. Еще и Муши по всем нажимает свой ультимейт у Фира. Серьезные проблемы. Он там просто получает команда очень много урона. Ну, убьют еще Виноманстера. Ой, не извините, не Виноманстера, а Сайленсера. Может быть, даже Айс Айс Айса убьют. Нет, ну Айс у нас так, она пассивка, там, два раза ударить. Отхиляются очень быстро. Вот, смотри, уже буквально пол-хп есть. Это ДТГГ. Тут действительно нечего уже... Ну, саппортов забрали, смотри. Ловить. Тут писать good game. Следующую игру начинать катать. Да давно это пора было сделать. Если бы они... Может, они просто, знаешь, уже разговаривают про вторую игру. Многие... Есть, знаешь, есть разные подходы команд. Вот многие люди обычно на Virtus.pro гонят. Потому что Virtus.pro, когда видят такую ситуацию... Пишут GG, да. Да, они на 12-й минуте пишут GG. На DCI им все равно. Ну, типа, а смысл? Смысл там терять физические силы и так далее в игре, где ты уже не отыграешься. А некоторые команды играют прям до конца. И тут и тот подход, он имеет свой смысл. Как бы обсуждать это не... Ну, смотри, там все-таки у GG есть тренер, да? SVG должен как-то... Но он же не за спинами стоит. Да, вот поэтому написать BGG и пойти обсуждать с тренером. Ну, может быть, может быть. Я вот про это. Ладно, 20 тысяч преимущества, 23 минуты. Тысяча в минуту фактически растет оно. 20 тысяч преимущества. Да, 23-е, это, конечно, жесть. Ну... Бывает и такое у Evil Geniuses. Че тут еще скажешь? Сегодня на второй карте против Vichy Gaming тоже они прям там в салатик отъехали. Да. Ну, не в такой салатик. Ну, а потом и Vichy отъехали тоже. А потом и Vichy отъехали. С реального камбэка. Ну да, Рошанчик падает. Нужно основательно зайти на хайграунд. Все же выиграть. Не, Минески уже показали даже вот по игре с Na'Vi. А Aegis просто забили на него. Зачем он нужен? Никто его не хочет брать. Он просто лежит. Они реально забыли. Серьезно. Они просто забыли про него. Ну, там сайленсеру отдать можно. Да нет, он прокликивает, смотри. Go on, RTZ. Слушай, смоук. Они просто забыли про него. Слушай, это такой рофл. Джабс погиб. RTZ дерется с Ice Ice Ice. Ice Ice погиб. Это минус три. Они рофли. Дерутся с Муши. Муши. Муши пытается всех убить. Пришел Мун. Ладно. Это рофл просто. Это на самом деле Good Game, пишет Артур. На самом деле, да. Я думаю, Сайм. Я понимаю, что это был байт на Aegis. Это, ну, на самом деле, это был, знаешь, вот этот Next Level байт, как когда-то байтили Альянсы. Не помнишь ту игру? Я ее комментировал. Когда Альянсы, Фурион, короче, бежал на Рошана, убивался. Они сами занимали позицию за Рошаном, так далеко. Фурион заходил, убивался об Рошана, тут же степешился, а они сзади заходили и месили. То есть это был прям великолепный байт, да, со старой карты. И здесь они тоже байтанули на... Видел Муша лицо, там сидит рофлит просто. Ты знаешь, мне интереснее на лицо Крита смотреть, потому что это, типа, прям, что сейчас было вообще? Типа... Это был просто вынос команды ЕГЭ. Да, их реально просто вперед ногами вынесли сейчас с карты. Типа... Типа...